Филипп, а что ты будешь рисовать зеленой краской? Филипп, траву, лес. Пейзаж – любимый жанр Филиппа, и почти каждая его новая работа – изображение природы. Любовь к рисованию у усидчивого и старательного мальчика не случайна, талант он унаследовал от дедушки. И, конечно, изо – любимый школьный предмет, но узнавать больше о нюансах изобразительного искусства Филиппу очень сложно. У него двусторонняя тугоухость третьей и четвертой степени. Вот такую замечательную картину нарисовал Филипп. Он же живет, я никогда не была в Дальнегорске, но думаю, что это как раз он нарисует картину там, где его родин. В Дальнегорск из Артема Филиппа увезла бабушка. Тогда мальчику было всего 9 месяцев. Его отец и мать были глухими, и ухаживать за младенцем им было очень тяжело, постоянно требовалась помощь. С рождения Филипп часто болел. Когда ему исполнилось 6 месяцев, бабушка заметила, что у малыша проблемы со слухом. Он перестал обращать внимание на голоса и звуки. Климат в Дальнегорске более комфортный для ребенка. Воздух чище рядом тайга. Мальчик стал реже болеть и играл с друзьями во дворе. Но слух, к сожалению, не восстановился. Когда Филиппу был один год, бабушка поехала с ним в краевой центр на обследование. Диагноз – двусторонняя хроническая тугоухость. У Филиппа двусторонняя сансоневральная тугоухость третьей степени справа и четвертой степени слева. Ему необходимы цифровые слуховые аппараты. Они помогут в социализации мальчика. Филиппу будет проще учиться и общаться. До 7 лет воспитанием и обучением мальчика занималась бабушка. Родители приезжали редко. А в 2010 году заболела и умерла мама Филиппа. Через 7 лет ушел из жизни отец. Официальным опекуном стала бабушка. Сейчас Филипп учится в 9 классе коррекционной школы-интерната первого вида для глухих и слабослышащих детей. Трудолюбивый и усидчивый, он очень старается запоминать как можно больше. Россия – маленькая страна или большая? Какая? Молодец. Еще давай вместе скажем. Большая. Правильно, умничка. Новые знания даются Филиппу крайне сложно. Он не умеет читать по губам, многие слова ему незнакомы. То, что мальчик слышит настолько плохо, показало недавнее обследование. У Филиппа третья степень тугоухости справа и четвертая слева. Это тяжелая форма заболевания. Человек не слышит шепота, а разговорную речь воспринимает лишь на расстоянии 1-3 метров. Слышны только громкие звуки, стук в дверь, крик, сигнал автомобиля. И ему нужны обязательно аппараты. Вот если у него будут аппараты, он будет лучше слышать, он будет лучше заниматься. Аппараты, которые Филиппу предоставили бесплатно, он носить не смог. Из-за постоянных треска и скрипа от них у мальчика начались сильные головные боли. Сурдолог подобрал Филиппу мощные многоканальные слуховые аппараты. Но они стоят дорого и за счет бюджета не предоставляются. Собственных средств на приобретение в семье нет. Дедушка Филиппа уже 8 лет в инвалидном кресле, а его бабушка получает небольшую пенсию. За помощью она обратилась в Русфонд. Цена слуховых аппаратов – более 80 тысяч рублей. Более 70 тысяч уже помогли собрать читателей Русфонда. И чтобы помочь Филиппу Бузакову, нужно лишь отправить СМС на короткий номер 5542. И тогда мечта мальчика стать художником обязательно сбудется. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. Русфонд.